Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько примеров красивой и техничной игры из творчества международных гроссмейстеров Евгения Кондраченко и Гаврила Колесова. Для начала, друзья, давайте рассмотрим партию, сыгранную международным гроссмейстером Евгением Кондраченко с очень сильным мастером Феликсом Шепелем из Украины. СБ4, Б5, ЕФ4. Вот такая жеребьевка выпала шашистом, черные бьют. Ну и здесь лучше всего побить на поле Б4, потому что если белые побьют на поле Д4, вроде бы в центр, но на самом деле здесь идет сильное окружение. То есть черные нападают, надо закрываться, ФЕ5 уже опасно выходить. Тогда черные еще раз нападают, снова надо закрываться. Ну и после хода АБ6 преимущество окончательно гостит, конечно, у черных. Центр белых рыхлый. Поэтому белые в партии благоразумно побили на поле Б4. Ну и тут есть за черных, в принципе, три хода. Если черные играют АБ6, тогда уже белые перехватывают инициативу ходом ФЕ5. То есть, видите, сюда бить уже опасно, потому что после размена у черных, видите, шашка Д4 будет подвергаться окружению. Она оторвана от сил, и это слабость. Поэтому приходится бить сюда. Тогда заходим в люпки, ну и после хода Б5 позиция белых, наверное, все-таки поприятнее. Второй ход ФЖ5. Ну и здесь у белых также нет особых проблем. Просто играем БЦ5, вторгаемся в центр. Ну после разменов, видите, у белых отличная позиция. Особых слабостей нет. Даже более, наверное, предпочтительная позиция за белых. Поэтому черные здесь делают сильный ход ФЕ5. И преимущество остается у черных. Тогда белые играют СД2. И на ход АБ6 проводят интересную жертву. БЦ5. Бьем на Д4. Ну и после нападения черные отжертвуют лишнюю шашку. И все-таки приятнее позиция еще у черных. Белым еще надо играть аккуратно. Далее в партии было АБ2, АЖ7, БЦ3, ЖФ6. Обе стороны развивают свои отсталые шашки. Играют своим сильным левым флангом. ЕД4. Белые связали центр белых. Ну и после хода ЦБ6 играют ФЕ3. Далее в партии было БА5. Белые разменялись назад. ЖА4. Бой. Бой на Ф2. Ну и позиция на самом деле здесь уже более-менее равная. В партии можно было Феликсу разменяться назад. Ну и равная позиция возникла бы. Но Феликс пытался выиграть Евгения. И пытался обострить. Поэтому сыграл АЖ5. Белые здесь делают отличный ход. АЖ3. И друзья видите. Черные хотели связать белых. Допустим вот таким маневром. Шашку Д8 перевести на Б6. И подвязать центр белых. Но здесь друзья уже не получается этого хода. Потому что на ход ДЦ7 белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти комбинацию за белых. Обратите внимание что у черных видите. Есть так называемая решетчатость. И белые проводят за счет этого комбинацию. Отдаем 2 шашки ЦБ4. Затем АЖ3. И снимаем 4 единицы соперника. С выигрышем. Феликс конечно же это увидел. И сыграл Ж4. Тогда белые уже успевают сыграть Ж4. Ну и на ход ДЦ7. То есть они успевают укрепиться в центре. ЕД2. Видите друзья. Здесь уже после хода ЦБ6. У белых появляется отличная реплика ДЕ5. Ну и далее партия могла проходить следующим образом. БЦ7. По другому играть хуже. Тогда ЕД4. Ну и на ход ДЦ5. Белые могли сыграть ФЕ3. Теперь на ход ФЖ7. Белым надо проводить комбинацию. ЕД6. Бой-бой. АБ4. И ЕФ4. Бьем на АЖ8. Ну и здесь все-таки позиция ничейная. Так скажем. Черным надо играть аккуратно. Но ничья достижима. Феликс же в этой позиции сыграл БА7. Теперь белые успевают сыграть АБ4. То есть видите на ход ЦБ6 уже сыграем снова ДЕ5. И преимущество будет уже у белых окончательно. То есть после хода ФЖ7 играем ЕД4. Ну и на любой ход допустим ДЦ7 сыграем ФЕ3. Белые окончательно укрепились в центре и должны победить. Феликс это видит. И поэтому играет ФЖ7. Друзья все-таки программа здесь показывает, что надо было черным пожертвовать шашку. И сыграть ЦБ6. Затем отыгрываем шашку ходом БЦ5. И ничья за черных достижима. Скорее всего надо было так играть. А вот после хода ФЖ7 за белых есть красивая идея. ЕД4. ЦБ6. ЕД4. Все форсировано. Ну и после хода ЖФ6. Белые играют ДЕ3. Позиция похожа на позицию из практики первого чемпиона Российской империи Сергея Воронцова. Но здесь немножко, так скажем, не сходится. То есть должен был ход белых быть, а здесь ход черных. Ну и за счет этого черные могут достичь ничьей. Черные в партии ошиблись. Сыграли ФЕ5. Ну а кто бы не сыграл так, поднимите руку, что называется. Белые побили, черные побили. Ну и в этой позиции белые провели красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Очень симпатичная вещь. Белые играют дамкой на поле Ф6. Ну и после боя черных на Ц3 отдаем... Так, прошу прощения. Отдаем две шашки ходом ФЖ5. Затем играем ФЖ3. И бьем три шашки черных. Надо отходить. Тогда жертвуем дамку. Ну и белые легко выигрывают. Именно так и победил Евгений Кондраченко. Ну и все-таки, друзья, в этой позиции ничья за черных еще была. Для этого надо было очень тонко пожертвовать шашку. Ну, допустим, побили. И вот здесь уже жертвовать две шашки с прорывом. Ну и все-таки ничья за черных достижима. Например, ЖХ2, бой на Ц3. Белые нападают. Черные смело ставят дамку. Ну и после боя дамкой белых на Е1 играем ДЦ5. Белые выиграть эту позицию не могут. Вторая позиция. Тоже из творчества Евгения Кондраченко. Похожая идея. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Здесь у белых, оказывается, есть даже два выигрышных хода. Вчера с Евгением разбирали. Я предложил ход ЖХ2. На самом деле, этот ход тоже выигрывает. Мы вчера посмотрели так. Человеческим взглядом, что называется. Сегодня я проверил прогой. И все-таки выигрыш есть. То есть, видите, если проводить удар за черных. Побили 3. Побили 3. Здесь все-таки белые выигрывают точной игрой. Например, АЖ3. ЖХ4. ЖХ4. Черные жертвуют шашку. И прорываются в дамки. Ну, белые тоже играют БЦ5. Ну и после хода ЖФ2. Играем ФЖ7. Затем белые проводят обе шашки в дамки. Ну и затем шашку С3. Также проводят в дамки и выигрывают. Поэтому здесь у белых выигрыш. Если же после хода ЖХ2 черные не проводят этот удар. Играют, допустим, ДЕ5. Надо сыграть точно ДЦ5. И после хода ФЕ5. Я вчера предлагал ход АЖ3. На самом деле он ведет лишь к ничьей. То есть, после такого хода черные проводят такую комбинацию. Ну и здесь белые выиграть не могут. Вот. Немножко не хватает, так скажем, для выигрыша белым. А здесь выигрывал все-таки ход АЖ5. После такого размена выигрыш белых не вызывает сомнений. Такой ходик мы увидели. Ну и самая главная идея, конечно же, здесь есть очень красивая жертва. То есть, все-таки мне тоже удалось найти со второго раза вчера вот эту жертву. То есть, играем АЖ5 и затем скромно ходим ЖФ2. И черные спастись не могут. Например, ЕФ6, БЦ5. ФЖ5, ФЕ5. Ну и несмотря на то, что у черных две лишние шашки. Видите, у них разрыв по флангам. И за счет этого, после СБ6, СД6, черным остается только сдаться. Ничьей нет. Если же черные в этой позиции, допустим, играют СД6. Тогда зажимаем черных. Ну и после жертвы и хода ДЕ5 играем СД4. Бой. Бьем две. Ну и здесь также белые постепенно выигрывают. То есть, проводят шашки в дамки. И возникает выигранное окончание за белых. Ну и последняя идея тут. Конечно же, ЖФ2 нельзя играть за белых в этой позиции. Потому что белые здесь проиграют. То есть, черные проведут комбинацию. Отдали три. Забрали черные. Три на поле Ж1. Провели комбинацию. Стрела. Ну и после хода ФЕ5 напали. Надо отходить. Еще раз напали. Надо жертвовать две шашки. И черные занимают большую дорогу. Затем проводят обе шашки в дамки. Строят треугольник Петрова. И легко выигрывают. Ну и последняя идея на сегодня. Возникла в партии международного гроссмейстера. Гроссмейстера Гаврила Колесова против гроссмейстера Романа Щукина из Питера. В этой позиции Гаврил провел очень красивый план. И завершил партию изящной комбинацией. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белых. Очень красивая вещь. Белые играют АЖ3. И грозят напасть. Поэтому черным приходится нападать ходом Ж4. Тогда белые играют ЕД6. Ну и куда бы белые не побили. Они проигрывают. То есть если бить на поле Ф2. Тогда бьем на поле Ж3. Приходится бить на поле С3. Белые отдают одну шашку. И забирают две шашки с выигрышем. Поэтому в партии Роман побил на поле С3. Тогда... Так, прошу прощения. Поэтому в партии Роман побил... После хода на Д6 побил на поле С5. Белые бьют на поле Д8. Ну и после боя черных на Д4. Белые сыграли скромно ЕД2. И видите. Черным для поимки дамки белых мешает собственная же шашка Д4. А после хода ДЕ3. Играем дамкой на поле АЖ4. И легко выигрываем. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поддержите мое творчество большим пальцем и подпиской. Пишите комментарии, не стесняйтесь. Задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.